Активное сотрудничество и новые проекты. На прошлой неделе президент Владимир Путин посетил республику Вьетнам с государственным визитом. Как отметил глава государства, переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Стратегическое партнерство обсудили и на Ульяновской земле. Возложение цветов к памятнику первого президента Вьетнама Хо Ши Мину открыло насыщенную программу делегатов из провинции Нгиан. В 2015 году именно на родине партийного деятеля появилась идея воздвигнуть монумент в областном центре. «Можно сказать, что между Вьетнамом и Российской Федерацией в целом, и между провинцией Нгиан и Ульяновской областью есть много перспективных направлений. Между нашими странами сложилась многолетняя дружба, у наших народов много общего в менталитете. У нас уже достаточно опыта, и мы думаем, что в дальнейшем мы продолжим партнерство». Перед официальной частью рабочего визита – экскурсия по знаковым местам города. Ученики школы номер 76 имени Хо Ши Мина встречают делегацию тематической программой. Ребята показали гостям области музей, посвященный первому президенту Вьетнама. В каждой экспозиции показана история жизни партийного деятеля. «На стендах представлены фотографии, которые отображают его жизненный путь. Вьетнамцы очень любят своего лидера и ласково называют его дядюшка Хо». Эти и другие факты из жизни Хо Ши Мина ребята собирали со страниц учебников и рассказов близких родственников. Сейчас школьники проводят экскурсии на английском и русском языке. В планах включить в список еще и вьетнамский. Это, как отметила директор Людмила Гречко, расширит их кругозор и укрепит дружбу между странами. «У нас в школе музей работает постоянно. Созданы две группы экскурсоводов, которые проводят экскурсии. И мы приглашаем гостей из разных школ для того, чтобы они наш музей посетили, посмотрели, поделились опытом». От музея, посвященному лидеру Вьетнама, делегация переместилась к дому, где жил Владимир Ильич Ленин. Как и 150 лет назад, в гостиной встречает музыка Бетховена. Само же убранство комнаты хранит в себе историю и привычный уклад семьи. В формировании музея и восстановлении комнат большую роль сыграли близкие Владимира Ильича. «Это его сестры Анна Ильинична, Мария Ильинична, брат Дмитрий Ильич. И это очень важно, что в восстановлении дома сыграли именно те люди, которые здесь жили, провели свои самые лучшие годы. Годы детства, годы юности». А тем просветительских перешли к темам транспортным. Делегация посетила предприятие «Автодом». Здесь собирают автомобили специального назначения на базе шасси УАЗ. Кареты скорой медицинской помощи, микроавтобусы для перевозки детей и машины для полиции. Работают специалисты и над коммерческими заказами. Экспресс-экскурсию для делегатов руководство компании провело по ключевой линии производства.